Дорожные камеры подключат к борьбе за частоту техосмотра. Дорожные карты будут выявлять с помощью камер в автоматическом режиме операторов техосмотра уголовная ответственность за работу без аккредитации. Диагностические карты впоследствии станут электронными. Все это должно исключить практику, когда водители техосмотр покупают, рассчитывают авторы поправок в Минэкономике. Госдума приняла в первом чтении подготовленные Минэкономике поправки к Коап и Уголовному кодексу. Штраф 2000 рублей за отсутствие диагностической карты будет применяться с помощью камер. При этом оговаривается, что владельцы могут быть в первом чтении. Машины можно наказывать не чаще одного раза в сутки. Остальные поправки касаются операторов техосмотра. Так, если выдана диагностическая карта на автомобиль, который на техосмотр даже не приезжал, штраф для сотрудника пункта то составит 10 тысяч рублей, при повторном нарушении применяется дисквалификация специалиста или штраф до 500 тысяч рублей для организации. За передачу данных о Фейковом то в информационную систему техосмотра ЙОИСТа также вводится штраф для должностных лиц до 10 тысяч. РУП меняется СТ, 171 УК РФ, незаконное предпринимательство. Речь идет о случаях, когда у оператора то нет аккредитации, а он выдает диагностические карты, штраф может достигать 300 тысяч рублей. Иван Буранов о судьбе технического осмотра напомним, для проведения реформы техосмотра Минэкономики подготовила три законопроекта поправки к ФЗ о техническом осмотре, КОАП и УКО. Документы готовились при участии Российского Союза автостраховщиков и МВД в рамках борьбы с распространенной практикой, когда автовладельцы и покупают диагностические карты. По оценкам экспертов, так поступают до 80% водителей. Карту в Москве, например, можно купить за 1,5 тысячи руб. Ключевыми для реформы являются изменения, которые вносятся в закон о техосмотре, их Госдума планирует принять в первом чтении завтра, 13 декабря. Речь идет об обязательной фото-видео фиксации и процессе техосмотра с передачей данных в облачное хранилище. Диагностические карты при этом станут электронными. Операторы тоже попросили Минэкономики пересмотреть текущие тарифы на техосмотр, которые не менялись с 2012 года, они устанавливаются решением региональных властей. Принятые поправки КОАП и УКО вызвали противоречивые оценки. Депутат Айрат Фарахов «Единая Россия» назвал предлагаемые санкции очень мягкими и несоразмерными наносимому ущербу. Депутат Евгений Марченко выступил с более радикальным предложением вернуть техосмотр в ГИБДД. После того, как техосмотр передали введение страховых компаний, в 2011 году. О, вся страна покупает карты у страховщиков, техосмотр никто не проходит, заявил он. Все автолюбители в теории уже сейчас попадают под статью «Подделка документов и использование поддельных документов», только правоохранительные органы этим не занимаются. Качество ТОП, по мнению депутата, в случае передачи функций в ГИБДД будет существенно выше. В связи с этим Евгений Марченко предложил депутатам внести в парламент альтернативный законопроект о реформе ТО, его поддержал и первый зампред комитета Госдумы по гостроительству Вячеслав Лысаков. Он также предложил внедрить механизм, не позволяющий оператору выдать карту, пока машина не пройдет все этапы техосмотра, видеофиксация была и раньше, она не спасала. Замминистра экономики Савва Шипов, отвечая на вопрос о штрафах, назвал их достаточно серьезными, но допустил, что санкции могут быть усилены ко второму чтению. Что касается возврата контроля к ГИБДД, то, по словам господина Шипова, такой сценарий обсуждался, но в итоге было выработано консолидированное мнение сохранить существующую систему, но с определенными изменениями. Этого достаточно, чтобы навести порядок, заявил он. Ранее глава ГИБДД Михаил Черников анонсировал план и вернуть контроль за техосмотром автобусов. Такой сценарий будет прорабатываться в рамках подготовки законопроекта Минэкономики ко второму чтению. Иван Буранов как ГИБДД возвращается в техосмотр в августе правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий масштабную реформу техосмотра автомобилей. Основная цель исключить практику покупки документов АТО водителями без предоставления машины на проверку. Нарушителей автовладельцев ждет штраф в 2000 рублей операторов, то обяжут использовать электронную подпись и снимать процесс проверки на виде, передавая данные в МВД, за нарушение им грозит уголовная ответственность. При этом контролировать работу операторов снова будет ГИБДД, лишившиеся этого права 6 лет назад. Читать далее.